В эфире Диспозиция. Это Гагарин. Поехали. Даже как-то жалко Зеленского по итогам саммита НАТО. Обычно лояльные к нему западные СМИ и те, не стесняясь, выкладывали комментарии и фото, демонстрирующие провал миссии Киева в Вильнюсе. Все буквально эксперты констатировали разочарование Украины отсутствием конкретики по вступлению в состав блока. И даже на российских телешоу и в аналитических программах по этому поводу воцарилась некая позитивная атмосфера. Но, быть может, выскажу непопулярную точку зрения, однако касательно Беларуси ничего особо позитивного в Вильнюсе не произошло. Несмотря на некоторый прагматизм США и Германии относительно Киева в НАТО, поставки оружия в незалежную продолжатся в усиленном режиме. Ракета у соседей все более дальнобойная, прогрессируют мощности разведки, практически решен вопрос по самолетам. В НАТО Украина или нет, пусть вопрос будет открытым, но пороховая бочка у нас под боком ширится прямо сейчас, что предполагает принятие соответствующих мер по безусловному обеспечению безопасности Беларуси. А потому у нас идет работа по увеличению дальности и точности ракетного вооружения. Здесь речь о комплексах Искандер, Полонез, Смерч, Ураган, развитию РЭП, в первую очередь для нейтрализации средств управления, разведки и беспилотников неприятеля. Стремительно наращивается потенциал ПВО. Достаточно вспомнить о недавнем заступлении на боевое дежурство С-400. Приходится учитывать и фактор резвости младоевропейцев. Вдохновившись, видимо, саммитом на своей территории, в Литве планируют сформировать целую дивизию, для чего будет осуществлена закупка крупной партии оружия, прежде всего танков. Что интересно, подобное заявление чиновники делают сломя голову, даже не просчитав, какова цена вопроса. У нас есть первоначальные оценки, я не буду их сейчас раскрывать. Мы представим ее другим ведомствам. Но в любом случае такие шаги предпринимаются. Конечно же, в Беларуси военные еще до подобных заявлений приступили к исследованию приемов борьбы с тяжелыми машинами. На вооружение уже взяли опыт россиян. Работать теперь у нас учится мобильными бронегруппами. При этом в небе непрерывно штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24. В настоящее время противоборственными сторонами широко применяются действия мелкими, а также смешанными группами боевых машин. Навести на них авиацию, артиллерию тоже сложно, потому что мелкая группа более подвижна, более маневрена, способна совершать быстрый маневр на поле боя, сменять огневые позиции, уход в укрытие и в лесные массивы. Тем более на территории Республики Беларусь это очень важно, использовать свою родную местность. Заслуживают внимания и пути повышения осведомленности армии. Белорусские военные тихо, но интенсивно развивают легкомоторную авиацию, в частности автожиры и мотодельтапланы. По сравнению с беспилотниками они менее подвержены воздействию комплексов РЭП и позволяют более точно проводить оценку обстановки. Необходимость такого вида летательных аппаратов будет востребована, потому что это дешевизна и простота в использовании и подготовке к летному составу в течение месяца. Я думаю, летчика подготовить в большой авиации это нереально. Оперативность подготовки воздушного судна к вылету. В течение 15 минут уже экипаж готов к выполнению, поставленная задача. И все же магистральный путь для мирного неба над страной – всенародность защиты Беларуси. Занятия с территориалами и народным ополчением уже фактически рутина. А другими словами, отработанная система, которая выступает, быть может, первостепенным фактором сдерживания агрессии. С народом воевать никаких снарядов не хватит, что отлично понимают в НАТО. В народном ополчении пошел по своей воле. Это, наверное, прямая обязанность охранять свою школу, свою территорию, свою семью. Это мой долг, прежде всего. В армии служил, поэтому навыки есть. Патрулирование улиц, досмотр транспорта, людей и прочее. То есть помощь органам внутренних дел. Детские статы школы – это же незащищенные будут. Вот наша – это главная задача. Охрана именно этих объектов. Мы всегда готовы. К слову, Минску Альянс на саммите уделил отдельное внимание. Мы даже упоминаемся в специальном коммунике НАТО. Как отмечается, военная интеграция России и Беларуси воздействует на региональную стабильность и оборону стран блока. Интересуют Запад и частности. НАТО будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить в частности за возможным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси. Коммунике НАТО. Саммит Североатлантического Альянса, безусловно, надолго запомнится стремлением блока продемонстрировать единство. И ключевое понятие здесь – продемонстрировать. Действительность же куда более разнообразна и причудлива. Аналитики до сих пор исследуют новую линию Турции, внезапную решимость Франции по поставкам ракет в Киеву, неопределенное заявление Байдена по поддержке всех и вся. Все это говорит лишь об одном – ситуация в любую минуту может развернуться в любую сторону. И каждая страна в первую очередь преследует собственные интересы. Жаль только, что у Запада эти интересы хищнические. Но вот с жертвой они точно ошиблись. Редактор субтитров А.Семкин